Меня зовут Евгений Хаджинов. Я вам покажу Африку, национальные парки Тарангирин, Горангоро и Килиманджаро. Всем привет! Начинаем путешествие на сафари Тарангирин, Горангоро, Килиманджаро. Три дня, две ночи. Начинается с аэропорта, с доместик флай-терминала, с самого утреннего подъема, и сейчас 6 утра. Скоро будет рейс. Пока ждете свой рейс на Рушу, можно посидеть в такой кафешке, выпить кофе, заказать завтрак, если, например, не успели взять в отеле, как я. Это место, это точка встречи с вашим гидом. В назначенное время гид забирает с этого места и ведет вас на посадку. Нужно пройти минимальный осмотр, а также сканер, далее чек-ин и ожидание в таком зале. Возможно, придется немного подъехать на автобусе. С Занзибара на Рушу летает несколько бортов, может быть вот такая АТР-ка или вот такая маленькая экзотическая Сесна. Внутри очень комфортно и вполне достаточно места. Но основной багаж, конечно, рекомендую оставить на острове и взять с собой только самое необходимое. Лететь с Аруши до Занзибара час 10-час 20 минут. Самолет приземлился в Аруши и здесь, ну, градусов так, наверное, на 3-5 ниже температура. Так что надо брать с собой потеплее какие-то вещи. По прилету сразу проверяют температуру и дальше только пускают в аэропорт. Так, встречают джипы. Когда вы сели в джип, вам ехать до Тарангири приблизительно 2 часа. Вы будете проезжать очень колоритные и интересные локальные места, поэтому скучно вам не будет. Ну, либо после самолета можно поспать. За мной главные ворота в Тарангири. Как раз наша сафари начинается с Тарангири, после будет Нгору-Нгору, а потом будет Килиманджаро. Вот Тарангири нужно сделать такую остановку для регистрации. На остановке перед геймдрайвом нужно обязательно сходить в туалет и можно познакомиться сразу же с огромными термитниками. Национальный парк Тарангири славится своими баобабами. Название Национального парка Тарангири происходит из перевода Суахили, как река, которая здесь протекает под названием Тара, и животное, как Нгири. А слово Нгири переводится как Бородавочник. Тарангири. И получается река Бородавочников. Хочу вам показать, что вы увидите в Тарангири. В первую очередь здесь самая большая популяция баобабов-долгожителей. Антилопы-гну и, конечно же, зебры. Антилопы-импалы. В парке большая популяция львов. И вероятность их встретить здесь достаточно высокая. Также наверняка увидите самое высокое животное в мире. В небольшом количестве есть буйволы. Много африканских страусов. И, честно говоря, путешествия по самому Тарангири доставляют удовольствие, потому что рельеф здесь очень интересный. Около трех часов геймдрайва пройдено. Теперь ланч. После геймдрайва у нас обед. В такой зоне специальная, где паркуются джипы и специальные столики. Останавливается и кушаем здесь ланч. За столиками сидят не только туристы. Шел еду там, друг. Ланч-поинт вот с таким видом на Тарангири. В сезон дождей эта река полностью наполняется водой. Отличительная черта групповых сафари – это на ланч идет полноценный шведский стол. С незначительным количеством алкоголя для аппетита. Хочу предупредить, что в этом месте есть много обезьян. И в этом есть своя особенность – то, что нужно следить за своей едой. Они здесь не особо наглые, но не постесняются взять у вас что-то с тарелки. После обеда продолжаем осматривать красоты. Кроме огромного количества баобабов в Тарангири, здесь самая большая популяция слонов. Посчастливилось увидеть огромное стадо слонов. Африканский слон, кстати, является самым большим слоном в мире. Но и тут их можно рассмотреть очень близко. А наш день продолжается, и мы перемещаемся в поселок Масай-Бома. Так, ну по пути заезжаешь в село к Масаям, и они, естественно, готовят представления. Не забудьте взять с собой какие-то конфеты, какие-то угощения. Это действительно настоящее село, где они живут в натуральной обстановке. Масайское шоу – это неотъемлемая часть культуры, и вы нередко встретите его также и на Занзибаре. Специфика в том, что проводится это в настоящем племени с настоящими Масаями. А дальше вас обязательно познакомят с самим поселком. А так выглядит Масайское село снизу. Вот здесь вход. Такой забор делается из всего, что есть от хищников. А внутри уже само село. Вот в таком вот живут ребятки. Это Масайская деревня и вход в их комнату, в их дом. Дом на четыре человека. Здесь готовят еду, а вот здесь спят. Парнишка. Хеллоу. Хеллоу. Хеллоу, мамбо. Джамбо. Джамбо. Джамбо, добро пожаловать. Сейчас я вам покажу школу местную, как они учатся, ребятки. Вот они. Хеллоу. Джамбо. Хеллоу. Кроме конфет, очень круто, если вы привезете школьные принадлежности. Фломастеры, ручки, раскраски, все что угодно. Конечно, очень бы хотелось попросить вас, чтобы вы их поддержали и купили что-нибудь типа такого. Да, там будет цена немножко выше, но я думаю, что это будет как поддержку их, так что им будет очень полезно и благодарность вам отдельная. Масая могут зарабатывать на туристах и на сувенирах, а также они выращивают жизненно необходимый скот. День заканчивается, а нужно добраться до лоджи по машинам. С Масайской деревни мы отправляемся к подножью горы Нгору-Нгору, к отелю под названием Castle Lodge. Приехали в Castle Lodge, который находится у подножья кратера Нгору-Нгору. Здесь будет ночевка. Велкам в дринки, кофе, фреш и все. Кстати, лодж означает полноценный отель с номерами в национальном парке. Castle Lodge мы как раз уже приехали после первого геймдрайва, первого дня. И нас уже заселяют в отель, чисто, чтобы переночевать. И завтра в 5 утра мы уже встаем для того, чтобы позавтракать и ехать снова на геймдрайв, только уже в Нгору-Нгору. За мной вот это первое здание, это основной холл, в котором есть ресторан и весь там персонал. И второе, там где уже поселяются туристы, это вот этот корпус. Холл Castle Lodge. С винтовой лестницей, с камином рабочим. Завтра подъем в 5, поэтому никаких вечерних программах, не может быть и речи. Сразу ложимся спать для того, чтобы пораньше проснуться и поехать на следующий этап. Это в Нгору-Нгору. Номер в Castle Lodge, огромного размера. Есть, конечно, поменьше категории, попроще, но все то же самое, просто меньше размер. Например, ванная комната на две раковины, кровать King Size, телевизора здесь нет. Гардеробная. И все розетки здесь британские. То есть нужно либо с собой переходник, что я очень рекомендую брать, либо на ресепшене. Тапочки рекомендую брать с собой вообще, в принципе, в Танзанию. Мы находимся у подножья кратера, поэтому здесь могут быть проблемы с водой, но здесь она есть, даже теплая и даже горячая. Из необычного это свинина и горная коза. 5 утра. Но все равно песни. С Лоджиа Кастел мы ехали где-то около часа до главных ворот Нгору-Нгору. Здесь буквально парочку минут для того, чтобы зарегистрироваться и едем дальше. А пока наблюдаем вон ребят бабуинов, которые за мной здесь ходят. Тут очень много бабуинов. С ними нужно быть аккуратным, потому что это одна из самых агрессивных животных. Слава-сава. Слава-сава. Перед тем, как спускаться в кратер, там еще делается вот такая остановка с видом на гору, на кратер точнее. Вон тут есть такой рукомойник, а вон туда можно сходить в туалет. И это важно, потому что там туалетов внизу нет. Далее по небольшому серпантину спускаемся ко дну кратера. Это самое дно кратера. 610 метров вниз. Остановка на то, чтобы поднять крышу и вперед. Рельеф кратера это огромная равнина диаметром 20 километров. Огромное количество антилоп-гну. Тут даже вот мини-миграции происходят. Миниатюрная версия River Crossing. В принципе, лев вообще никуда не торопится. Песень. Чернобокий шакал. Зебр не одомашнили из-за того, что у них очень слабые ноги. Орол. Привезли на реку с бегемотами и здесь они очень близко. Бегемоты – самые опасные представители животного мира Африки, но здесь вы в безопасности. Честно говоря, сложно передать этот кайф, когда вы едете на джипе с открытой крышей. Все, отъездили утренний гейм-драйв. Теперь остановились для того, чтобы пообедать. Сейчас 11.30. Носорога, к сожалению, не нашли, но он здесь где-то есть. Такое место для ланч-поинта. Смотрите, у нас есть даже маленький представитель, трехлетний, ее зовут Маша, с мамой приехала. И она держится молодцом. Так что сюда можно даже приезжать, вот с маленькими детками. Главное, чтобы детки были готовы к этому. Хорошо, что не ланч-боксы отдельные, а полноценная еда. Обязательно нужно остановиться на обзорной площадке, для того, чтобы сделать пару фотографий. Это очень круто. Это полностью все, весь кратер Нгора-Нгора виден как на ладони. На этом программа Тарангири. Нгора-Нгора заканчивается и отправляются на Занзибар. Сейчас 4 часа. В 4 часа будет самолет. Мы сюда ехали с последнего парка 2 часа. И отправляются на Занзибар. Дальше продолжается программа для тех, кто едет на Килиманджаро. То есть для программы Нгора-Нгора-Тарангири-Килиманджаро. И пока я переезжаю Килиманджаро, хочется подвести маленький итог парков. За два полноценных дня в национальных парках Тарангири-Нгора-Нгора увидел огромное количество животных, а вот из большой пятерки увидел только буйвола, слона и льва. Леопарды где-то прятались. Ну а носорогов Нгора-Нгора, конечно, часто встречают, но я его не увидел. А я переезжаю с аэропорта Аруши до городка Мощи-Таун, что расположено у подножья горы Килиманджаро. С аэропорта ехал почти 2 часа, там 1 час 40 где-то, до отеля Кейс, это отель, который находится практически у подножья горы Килиманджаро. Сам отель достаточно маленький, ничего необычного, но самое классное, что в нем есть, это вид на гору Килиманджаро. Кстати, сейчас видно верхушку, и это очень круто, потому что это достаточно большая редкость, потому что она всегда практически в тумане и в облаках. Так что сейчас мы ее видим реально. Отель очень простой, номера достаточно простые, но все есть то, что нужно для того, чтобы фактически переночевать и завтра в 8 утра уже стартовать отсюда. Это самый обычный передорожный, вполне себе уютный отель. Все номера находятся на втором этаже, нужно подняться по такой лестнице. Это стандартный номер отеля с кондиционером, с двумя спальными местами, чайно-кофейный набор, цветы, шкафчик, в котором нет ничего, кроме вешалок, и туалетная комната с душевой кабиной. Все аккуратно, все есть. Мыло, фен, розетки, между прочим, европейские. Набор отличный, розетка у кровати, все очень удобно. И как вы думаете, что я рекомендую вам с собой брать? Правильно, тапки и с собой. Привет, Беларусь! На ужин в ресторане можно заказать один стартер, то есть это суп, салат или же хлеб с чесноком. И плюс одно блюдо из этих. Напитки за доплату. Завтрак состоит из мюслей, хлопьев, фруктов. Основное блюдо заказывается и есть чай-кофе. В саде есть сок Баубама. После завтрака отправляемся в путь на гору. Подъем по горной дороге достаточно крутой, но места тут очень живописные. Поселки находятся в банановых рощах. Так, ну мы приехали к этой остановке. Далее обязательно берем с собой рюкзачок, воду, камеры, зарядки и путь на пешую прогулку. Это поселок Матаруни на высоте 1600 метров. И у них есть даже свой бар. Какой поселок? Это село. Тут они покупают себе что-то попить, потом заходят вот сюда, садятся здесь, отдыхают. И либо вот здесь вот общаются и пьют банановое пиво. Началась пешая прогулка с села Матаруни на высоте 1600 метров. И мы будем идти час вот по такой тропе смотреть вообще, как живут местные жители. Пасечники есть. То есть они занимаются сельским хозяйством, это село. И живут прямо вот на вершине, ну не на вершине, а на склоне горы Келеманджаро. Сейчас 9 утра. Начали мы прогулку пешую. Пока ничего сложного. Перепады высот здесь достаточно большие. Очень интересно. Здесь вот таким вот спуском, подъемом. Тут нет ступенек. Ступеньки делаются из земли. Очень круто. Мы постепенно двигаемся к подопаду. Его уже здесь даже слышно. По форме одежды нужно обязательно взять что-то теплое с собой на гору, потому что здесь достаточно влажно. Но прохладно. То есть дальше будет теплеть. Но пока что вот дымка с утра. Обязательно удобную обувь. Обязательно. И поменьше вещей с собой. Потому что взять буквально самое необходимое. Воду. Что самое интересное, что прямо на горе у них вообще нет никаких проблем с электричеством. И даже он есть спутниковые антенны. Говорит, смотрят в футбол. Плантация кукурузы. Прикольно, что у Масаев, например, для того, чтобы иметь жену, тебе нужно от 15 коров. Тогда ты можешь выбирать себе жену. И менять. Здесь тебе нужно мбеге. Это пиво. Если у тебя здесь банановое пиво, тебе нужно 3000 литров пива, значит, чтобы получить жену. И чем красивее жена, тем больше пива тебе нужно отдать за нее. Появился еще один гид. Песель. Даже два. Привет, Песель. Джамбо. Тут собирают еду для коров. Растет эвкалиптовые деревья. Такой запах приятный. И они эвкалиптовые листья дают как корм для свиней. Это эвкалиптовая почка. Такая вот. Очень приятно пахнет. Мы уже поднялись где-то на метров 100. И вот там вот, вдалеке город Мощи, там, где ехали на джипах. Вот так растет маракуйя. Маракуйевое дерево. Такой интересный тоже барчик. Растет батат местный. Сладкая картошка. И называется он еще как уши слона. Тут одни бары. В общем, хочу вам сказать, что здесь неплохо живут люди на горе. Вот у них еще один бар. Вот здесь они подключают музычку себе в колонку. На сим-карточку. В смысле, на карту памяти. И прекрасно проводят себе время. Вот это зеленый банан. Он используется для приготовления. Вот этот мешок сохраняет влагу для того, чтобы можно было, если сухой сезон, например, он берет влагу отсюда для того, чтобы росли бананы. Зеленый банан дает приплод только один раз в год. И вот он выглядит вот таким вот образом. Дальше дерево спиливают и используют в нуждах хозяйственных. Листья для животных. В пользу они в посуду, в декорациях, стройматериалов. Это растение называется юка на английском. И сали на суахили. И они его используют в виртуальных обрядах. Даже когда поссорятся, они сворачивают листик вот в такой узелок. Дарят как цветок. И тот, кто принимает, если они мирятся, то он развязывает, и они идут пить пиво. Это хамелеон. Так, это хамелеон. Одним глазом он смотрит на меня. Второй в камеру. Это специальный вид. Келеманджаро называется. Вот это самец такой с рожками. Как раз это речка, которая спускается от водопада. Мы туда идем. И вот мы пришли. Это водопад Матеруни. Да, есть места такие достаточно скользкие. Нужно быть очень аккуратным, чтобы не подскользнуться. Я скажу, что здесь практически нету комаров. Маршрут не тяжелый, но и не самый легкий, потому что перепады высот, вот такие тропинки узкие. Очень красивые виды. Надо осознанно просто понимать, что придется ходить достаточно много. Знаете, майсайские села, детишки, это одно. Но вот здесь, в этих местах, они вообще такого не видят, и здесь туристы намного реже. Так что, пожалуйста, для них тоже принесите что-нибудь полезное. Малыши, привет. Собрал тусовку, ребят. Проводят меня, потому что я немножко отстал. И вот бегут, проводят. Зона на Килиманджаро делится на 5. Первая зона это культивация, ниже. На высоте приблизительно около 2000 метров. Джамбо. Дальше, где выращиваются все овощи. Дальше идет Рейнфорест. За Рейнфорестом другие леса, после полупустыня. И самая верхняя точка там, где уже идет снег. Так, это место на 2700 метров над уровнем моря. Это самая высокая точка этого маршрута. Дальше только Рейнфорест. На этом участке альпинисты разбивают палатки и считаются базовым лагерем. Сейчас у нас будет дегустация кофе местного. Вот. с демонстрацией и сейчас покажу. По форме одежды я бы сказал, что я бы, наверное, рекомендовал брать с собой термо какую-то футболку или рубашку для того, чтобы не было вот этих вот перепадов с жары в холод и чтобы не простужаться. Сейчас нам должны показать местное село и как производят кофе. И тут же обед. Джамбо, джамбо. Джамбо. Это высокогорный поселок на высоте около 2500 метров на склонах горы Килиманджаро. Да, но бананом не пахнет банановый суп. Локальная еда здесь местная. Дают суп банановый. Он намного вкуснее, чем на вид. Жаркое. Рис. И посуде. В этой зоне ланча ребята продают местные картины. Это называется чага-плантации кофе. Здесь выращивают арабику. Вот она так в тени. Она очень низкая. Очень хорошего качества. И кофейные зерна достигают, когда они красные. Where is red? There is red one. Когда они уже красные, это значит, что они готовы. Они скользкие, их нужно помыть. После этого очень долго высушивают. Они так чистятся от шкурок. Очистили от второй шкурки. Почистили еще больше. Вот так обжаривают кофе. Всем поселком собираются, поддерживают друг друга песнями и жарят просто на костре. И вот так обжаривают арабику здесь. Немного спалили, пацаны, перестарались. Но ничего. Зато реально красиво по-настоящему. И когда уже пожарили, продолжается следующий этап. Опять же с поддержкой. Так, все, слава богу, уже дошли до варки кофе. этап уже варки кофе. Так, ну что, время кофе. Наконец-то мы его сделали. Спустя полчаса можно попить арабику. Капец. На суахили кофе называется Кахауа. И что переводится то же самое, что пощечина. все, программа сафари окончена. Теперь после кофе возвращаемся уже в аэропорт. Ехать полтора часа. На этом сафари заканчивается. Идем в аэропорт, регистрируемся и едем с аэропорта Килиманджаро летим в Занзибар. Аэропорт Килиманджаро, конечно, намного цивильнее. Реально все очень красиво, аккуратно. Контроль, конечно, более строгий. В порту Килиманджаро если вы решили поехать без багажа, а большинство так и сделают, то один багаж все-таки придется сдать, потому что здесь очень прям серьезная проверка. Если с Занзибаро ты летишь без проблем, вообще тебя не проверяют никакие жидкости, ничего совершенно, то здесь прям очень строгий контроль, вплоть до того, что когда ты заходишь на сканере тебя просят разбуться. В Танзании точнее такое вообще редкость, так что будьте готовы. Посадка на рейс с Килиманджаро до Занзибара. Всем спасибо за уделенное время и очень надеюсь, что это видео было тебе полезно. И если понравилось, буду очень благодарен за комментарий, что именно больше всего понравилось. Будет очень приятно, если поставишь лайк, но если хочешь увидеть подобные видео, то обязательно подписывайся. и до новых встреч. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова